МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире последний на этой неделе выпуск программы «Город» в студии Роман Ерыгин. Коротко о главном. Свободное падение. Почему после капитального ремонта балконы отваливаются и падают на прохожих? Осушили. Изобретатель обвиняет подрядчиков управляющих компаний в краже его интеллектуальной собственности. Мечты сбываются. Бабушка, воспитывающая четырех внуков, благодаря казанцам, собрала их в школу. Юное дарование, лучшая пианистка мира из набережных Челнов, завоевала гран-при конкурса «Прикосновение к музыке». Празднование годовщины Черноморского флота России и Украины и смена фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык» Продолжение специального репортажа Дмитрия Пивоварова из Крыма. Рухнул под тяжестью собственного веса. В самом центре города вечером с фасада одного из жилых домов сорвался балкон. Железобетонная конструкция обрушилась прямо на тротуар. Жильцы дома уверены, все дело в некачественном капитальном ремонте, который еще даже не закончен. Все подробности в репортаже Марии Молочниковой. На этих кадрах видно, как все произошло. То, что обрушение не закончилось. Трагедией без всякого преувеличения можно назвать настоящим чудом. Разгар вечера в доме, где все произошло, расположено несколько кафе и магазинов. Людской поток практически непрерывен. И именно в этот момент под злополучным балконом, к счастью, никого не оказалось. А это третий этаж, она работает, ее дома нет. Мы позвонили, должна прийти. Хозяйке квартиры, которая осталась без балкона, тоже, можно сказать, повезло. В момент обрушения ее дома не было. А так, каждый вечер после работы женщина поливала на балконе цветы. Над этим же балконом мой балкон, падал уже. И у меня вот эти тумбы стоят, они вот отсюда не видны, а с балкона они наклон имеют. Я уже с ЖЭЛ приглашала. Они составляли акт, я говорю, они не соответственно, кого убьет. Одной вот этой штучки не было. Наклей ее сажали когда, ее просто никуда не прибили, просто наклей как бы посадили и все. То есть она... Ну там, потому что никуда она не засунутая. То есть они такие рабочие просто, которые вообще ничего не делают нормально. Они не укрепили, что ли? Да, не было ни подпорок, ничем не закрепили. Они, не знаю, на честном слове держатся. У меня с этой стороны арматура ржавая проживела. Они все убрали, залепили цементом и все. Надолго это неизвестно. Точно такая жуть и ждет и мой балкон. Каких-либо официальных комментариев на месте нам получить не удалось. Спасатели МЧС, осмотрев дом, обнаружили еще два подобных балкона с одной подпоркой вместо положенных двух. Место под опасными конструкциями на всякий случай оцепили. Какие еще действия будут предприняты, чтобы уберечь людей от опасных балконов, пока неизвестно. Мария Молочникова, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир». Беспрецедентное дело о краже интеллектуальной собственности рассмотрит завтра в Казани управление Федеральной антимонопольной службы по республике Татарстан. Казанский инженер Сергей Катков утверждает, что запатентованный им способ осушения затопленных подвалов в многоэтажных домах был незаконно использован некоторыми фермами-подрядчиками управляющих компаний города. После того изобретатель делает шокирующее заявление о том, что его изобретение не только украли, но и использовали с грубейшими нарушениями технологий и расчетов. А это, по словам Сергея Каткова, грозит настоящей катастрофой. Об этом специальный репортаж Сергея Шерстнева. «Вода вот на этом уровне. Вода по колено». Сюжет до боли, знакомый многим горожанам. Затопленные подвалы – результат ошибки, совершённой ещё в 60-80-е годы прошлого века. Тогда застройка новых районов в Казани велась ударными социалистическими темпами. О том, что уровень грунтовых вод может повыситься, никто не думал. Со временем фундаменты сотен многоэтажек оказались затопленными. «Вокруг всех топит, а у нас в подвале сухо. Председатель ТСЖ Камчатка Галина Терешонок в подвал дома 65 по улице Короленко ведёт нас как на экскурсию. Именно в этом подвале, 8 лет назад, в Казани впервые была опробована технология водопонижения, изобретённая Сергеем Катковым». «Не прогадали. Действительно, во-первых, 8 лет. Вода, раньше было почти к колодку вода, в подъезд не зайти, а то же некоторые сараи держали. А сейчас нет. Раньше люди первых этажей очень мучились. Они, эти блохи какие-то, до колен прыгали. Макрис было полно. Нет, вот как сделали, сделали дезинфекцию, и в добрый час сказано, всё нормально». «Принцип данного изобретения заключается, первое, самое основное, это укрепление фундамента, который находится под этим домом, с помощью водопонижения. Значит, эта система рассчитывается тут и основана на фундаментальных науках, как гидравлика, механика грунтов, физика и так далее». Инженер-самоучка борьбой с грунтовыми водами заинтересовался ещё в середине 80-х. Путь между первыми расчётами и этим патентом – номер 239-56-42, почти 25 лет. Способ водопонижения в подвальных помещениях жилых домов, административно-промышленных зданий и хранилищ был зарегистрирован в Госреестре изобретений России 27 июля 2010 года. И до 8 апреля 2029 года никто не имеет права его использовать без разрешения правообладателя Сергея Каткова. Между тем он утверждает, оценив первый опыт успешного применения изобретения в подвале дома 65 по улице Короленко, в Казани его стали использовать повсюду. «Это управляющие компании, союзским проектом, допустим, РЕМ-проект и авиастроительный район. Это дополнительные затраты, они уже деньги-то получили, всё, и трава не расти». Стоимость монтажа такой системы водопонижения в стандартной хрущёвке – минимум 860 тысяч рублей. Стоил лакомым кусочком, с изобретателем делиться никто не захотел. «Я обращался в органы, заявление написал 7 ноября прошлого года. До сих пор ничего, полиция. Ну так, из одного отдела, в другой отдел, с одной службы, в другую службу, и вот уже почти 8 месяцев сколько прошло. Воз и поныне там. То есть, ну, не заинтересованно, видно». Дело по нарушению федерального закона о конкуренции возбудило управление антимонопольной службы. В качестве ответчика пока значится только ООО «Союзхимпроект». «На основании всех этих фактов было возбуждено дело по признакам нарушения союзским проектом антимонопольного законодательства, в частности, статьи 14, так как она данные действия запрещает». «И самое главное, есть неоспоримое доказательство того, что именно он является изобретателем вот той методики, той технологии, которая была применена при производстве строительных работ». «Все основано на математике, тут просто так нельзя. Все основано, тут все дренажные, депрессионную зону надо высчитывать, потоки воды, уменьшение мероприятий по уменьшению скорости воды, много-много. По сути дела, здесь используются 24 формулы и 10 таблиц, чтобы систему эту рассчитать. Но вот эти все расчёты – это коммерческая тайна». А теперь ещё один аспект этого дела, на наш взгляд, самый важный. Предвидя, что его могут обмануть, Котков все формулы и расчёты хранит в трёх экземплярах, в надёжных местах и в рукописном виде. Лишь нам он согласился показать заветную тетрадь. Иными словами, схема водопонижения, изобретённая Котковым, использовалась подрядчиками без учёта таких тонкостей и нюансов, как расчёты и формулы. Между тем, автор патента утверждает, его изобретение может стать смертельной угрозой для жителей тех домов, чьи подвалы были осушены неправильно. «Будет эффект обратный. Вынос грунта, ослабление грунта под фундаментом, появятся трещины и, возможно, обрушение. Не исключена возможность гибели людей». Мина замедленного действия, которая обязательно рванёт через 20-25 лет. К таким последствиям, по словам изобретателя Сергея Коткова, может привести неправильное использование его изобретения. Грунтовые воды окончательно разрушат фундамент многоэтажки, и тогда она рассыпется, как этот карточный домик. Особенно страшно, когда речь заходит о цифрах. По словам Сергея Коткова, за три года пиратского использования его изобретения подобные мины замедленного действия были заложены более чем под сотню казанских многоэтажек. «По моим данным, еще раз предупреждаю, что непроверенные данные. За 2010-2011 год было сделано 121 дом по всей Казани. Но непроверенные данные. Если проверять, то это будет в разы». В подтверждение своего страшного прогноза, Сергей Котков представил нам экспертное заключение номер 1592. Центр независимой экспертизы при организации защиты прав потребителей Татарстана, во-первых, подтвердил уникальность его патента. Во-вторых, констатировал, цитирую, «Патент Коткова является продуктом, востребованным в системе ЖКХ города. Но поскольку технология является интеллектуальной собственностью патента держателя, а покупка права пользования требует дополнительных расходов, некоторые подрядчики пытаются воспроизвести эту технологию с нарушениями, которые позволяют заказчикам подрядов списывать затраты и риски ответственности за неполучение гарантированной эффективности за счет якобы объективных причин. На самом деле подрядчик просто не способен выполнить работу по технологии патента Коткова, так как не знает сути явлений и процессов, заложенных в основу изобретения, что приводит к грубым технологическим ошибкам». Конец цитаты. «В свое время я говорил с одним человеком, который монтировал вот это, ну, в Саинском районе, он говорит, через сколько лет это будет? Я говорю, через 15, 20, 25, может, 30 лет. Ответ был такой очень умный, грамотный. Говорит, через 20 лет или шах, или шах, подохнет. Все. Больше, что дальше говорить. Да, 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 да. Главная прибыль, а остальное человеческие жизни никого не волнует. Ну, жажда наживы, очевидно, берет верх. Ну, время такое, что ли». В свете этих фактов дело о кораже интеллектуальной собственности чиновниками от ЖКХ вполне может быть переквалифицировано в преступную халатность, несущую угрозу жизням сотен казанцев. Сергей Шерстнев, Александр Царьгородцев, Владимир Ладушкин, Игорь Бызов. Телеканал «Эфир». В понедельник, 19 августа, в части Вахитовского района будет отсутствовать вода. В связи с подключением административного здания на улице Профсоюзной, с 9 утра понедельника до 23 часов не будет воды в нескольких домах по улице Астрономической, на Профсоюзной от Чернышевского до Университетской и на самой Университетской. Водоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства. Серьезно пострадали после столкновения «Десятка» и «Шевроле-Круз» на перекрестке улиц Шуртыгина и Патрии Солумумбы они не смогли разъехаться. В разговоре с сотрудниками ГАИ каждый из водителей утверждал, что он не виноват. Даже увидев видеозапись, говорит, что я на Красный выехал. Не знаю, посмотрим. Сейчас сотрудники приедут. После прогноза погоды перехват не пропустите. Школьная форма в подарок. Тяжелая жизненная ситуация, в которую попала женщина-опекун четырех внуков, не оставила равнодушными наших зрителей. Сразу после программы семье помогли не только деньгами, но и передали подарки в зимнюю одежду. А еще состоялась долгожданная покупка новой школьной формы. Юлия Шабанова с деталями. Мечта маленькой Аделины сегодня сбылась. В школу 1 сентября она пойдет всем на загляденье. В блузе с кружевами и сарафане. Впечатлениями о новом наряде девочка сразу делится самым родным человеком – бабушкой. Красиво тебе? Нравится? Да. А тебе? Нравится мне очень. Мне тоже очень нравится. О сложной ситуации, в которую попала бабушка, опекун четырех внуков, мы рассказали три дня назад. Чтобы собрать детей в школу, мы в Лиха Залялееву попросила у отдела опеки Приволжского района дополнительно 40 тысяч рублей. И получила отказ. В итоге на помощь пришли неравнодушные казанцы. Помогает очень. Даже соцзащита пришли, это записали, на праздник нас пригласили. 21-22 на два праздника едем. Спасибо всем. Люди добрые есть, хорошие. Очень помогли. Вот и сегодня подарки едва умещаются в руках. Ведь кроме школьной, трем сестрам подарили и спортивную форму. Все это обошлось в 20,5 тысяч рублей. Конечно, за счет благотворителей. И таких расходов бабушкин бюджет явно бы не потянул. Ведь на содержание всех четырех внуков мы в Лиха Апа в месяц получаем всего 23 тысячи рублей. И никакой дополнительной поддержки у семьи нет. Юлия Шабанова, Эльмир Галиахметов, Дмитрий Ермаков. Телеканал Эфир. Продолжим после рекламы. Празднование годовщины Черноморского флота России и Украины и смена фестиваля эстрадного искусства «Созвездие» и «Безлык». Продолжение специального репортажа Дмитрия Пивоварова из Крыма. Лучшая пианистка мира живет в набережных Челнах. Музыкой Полина Воробьева занимается с четырех лет. И уже неоднократно становилась призером престижных музыкальных конкурсов. И вот очередной гран-при. На этот раз с конкурса «Прикосновение к музыке», который проходит в музее Усадьби Чайковского в городе Воткинске. Наша съемочная группа встретилась с талантливой девочкой. Идеальная осанка Полины – это не только красиво. Именно так спина не устает во время многочасовых репетиций. Ведь ради музыки девочке пришлось многим жертвовать. Бывает такое, что мы садимся за инструментом, кто-то бегает во дворе, кричит «Полиночка, выходи гулять». Я говорю «Полин, нет, надо позаниматься, а потом гулять». Она, конечно, там жилваки играет, но знает, понимает, что это надо. А в награду признание жюри престижнейших международных конкурсов. Медали и грамоты семья бережно хранит. Однако настоящий успех к Полине пришел после победы в конкурсе «Прикосновение к музыке». Он, как олимпиада, проходит один раз в четыре года. Три произведения играла. Первое – это «Шуман» о чужих странах и людях. Второе произведение – это «Чайковский», потому что конкурс Чайковского надо играть. Одно произведение хотя бы Чайковского. Чайковский – «Жаворонок». И третье произведение – «Русский танец парфюмов». Музыкой Полина занимается с четырех лет, и обучалась она по уникальной программе, которую местный педагог привезла из Америки. Школа для детей трехлеток. Еще один секрет такой любви к музыке знает мама. У меня было восемь месяцев беременности, я ходила на концерт. Кристина Арбакайте и Руссо приезжали к нам. И вот весь концерт, она вот так вот у меня прыгала. И я ушла с концерта, она замолчала, видимо, успокоилась, уснула. И потом, когда уже она родилась, она настолько любила музыку, засыпала под музыку. И отдыхать времени нет даже летом. Сейчас лучшая пианистка в мире готовится к концерту, который пройдет в стенах родной музыкальной школы. Юлия Шабанова, телеканал «Эфир». Празднование 230-й годовщины Черноморского флота России и Украины совпало этим летом с творческой сменой фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык». С Севастополем посланников нашей республики связывает многое. И участие в военных действиях, и международных творческих десантах. А парни из Казани и набережных Челнов, например, составляют золотые кадры моряков и десантников, защитников не только юга России. О встрече звездочек фестиваля «Созвездие Йолдызлык» с военными, которые охраняют водные границы России, во второй части специального репортажа Дмитрия Пивоварова из Крыма. Здесь особая аура. Уже на подъезде к Севастополю меняется представление об истории и прошлом советской страны. Сердце замирает на все сто. И кажется, что этот город частичка из собственного прошлого. Меня зовут Мурат, я из города Аверночилнов. Служу школе Агаланцев. А фамилия? Ибрагим. Ага. Первый раз, да, вообще в Севастополе? Да, первый раз. Ну то, что Челны не первый год здесь оказывается, это уже такая традиция, да, между Севастополем. Что здесь самое интересное или, может быть, трудное? Не знаю даже. Меня зовут Ферстов Сергей, город набережная Челны. Я здесь вот и Матарстан. Здоровая живет в Челнах. Ребята поеду всех отправляют сюда на входы. Корчевский ряд Дмитриевич, я служу радиоразведка. Само выступление мне очень понравилось. Понравилось даже, хочу сказать, втройне, потому что выступали мои земляки. И было очень приятно. Сосветие солнце, сосветие света, сосветие речи и добрые мечты, сосветие души, сосветие веры, сосветие мира, текла и любви. Татарстанские ребята здесь в особом фаворе. Челнинцы словно отметились здесь надолго. Сосветие солнце, сосветие деревьев, сосветие деревьев, сосветие деревьев, сосветие деревьев. Челнинцы словно отметились здесь надолго. Сказать тебе о море, держи так магии о просторе, не отчаякать за кормою христи. Впервые в этом году созвездницы стали участниками международной программы, которая сопровождала и визит Владимира Путина в Севастополь и украсила творческий марафон с участием видных исполнителей России и Украины. За все время пребывания созвездницы в Крыму было совершено три творческих вояжа в город-герой. В Доме офицеров Черноморского флота России прошли специальные концерты для военных Черноморского флота, а на площади Нахимова были выходы и наших земляков, которые внесли в интернациональный долг города на Черном море картину настоящей дружбы народов. Может быть заряд патриотизма какого-то, заряд понимания того, что у нас огромная большая родина, что даже далеко-далеко здесь все равно мы встречаемся с ребятами из России, из Татарстана и в общем можем их каким-то образом поддержать во время службы. По словам вице-консула Российской Федерации в Крыму Евгений Коплуненко, такие встречи должны проводиться чаще. Стратегия подобных мероприятий определена и с таким мощным творческим аппаратом, который является Республиканский фестиваль созвездия Йолдозлык. Дмитрий Пивоваров, телеканал Эфир, Крым. Республиканский фестиваль эстрадного искусства созвездия Йолдозлык как фабрика звезд по-татарстански. За 12 лет существования фестиваля творческую путевку в жизнь получили 630 тысяч юных дарований из Татарстана, а само созвездие обросло собственными традициями. Об этом явлении в культурной жизни республики и пойдет сегодня речь в теме с Сергеем Шерстневым. Гость студии, бессменный член жюри фестиваля, заслуженный деятель искусств Татарстана и наш коллега Дмитрий Пивоваров. Наша Казань после универсиады стала привлекательной для спортсменов всего мира, в том числе и как место тренировочных сборов. Волейболисты и баскетболисты, правда, не самого сильного в этих видах государства, приехали тренироваться в наш город. Далее новости спорта от Марселя Бигбаева. Республиканский чемпионат подзюдо принимали татами спортивного зала «Батыр». Совсем недавно наш город видел выступление лучших студентов планеты. На универсиаде в Казани борьбу за первое командное место в состязаниях подзюдо вели японцы и корейцы. Последние в итоге смогли стать первыми, получив пять золотых медалей, на одну больше, чем у их ближайших соседей. Россияне обосновались на третьей позиции. Две золотые, две серебряные, шесть бронзовых. Зато по общему числу медалей – десять. Наша команда не отстала от Кореи. Одиннадцать было у Японии. Наградой из бронзы тогда досталась и татарстанской девушке Марии Шекеровой. Сейчас она готовится к представительным взрослым соревнованиям в Рио-де-Жанейро. В столице будущих летних Олимпийских игр примет личный и командный чемпионат планеты. Причем дзюдоисты надеются, что со временем командный турнир будет включен в программу Олимпиад, и там также будут разыгрываться награды. Призовой фонд бразильских состязаний составил 300 тысяч долларов. А после татарстанских соревнований местные борцы отправятся на всероссийский турнир, который состоится по соседству в Тольятти. Тем временем в Казани начали сборы спортсмены из экзотической для нас страны Объединенных Арабских Эмиратов. Хотя после универсиады столица Тарстана готова ко всему. Волейболисты и баскетболисты представляют клуб «Альвасал» из Эмиратов, а возглавляет его лично премьер-министр страны. Спортсмены живут в деревне Универсиады. Марсель Бигбаев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Сейчас прогноз погоды, затем перехват не пропустите.